Всем привет, мои хорошие! Я ужасно лохматая, это потому что только что я искупалась, и я ужасно просто опаздываю, поэтому нет времени укладываться, нужно быстро начинать снимать влог, потому что я беру вас с собой, мы должны встретиться с моей подругой. А я встала сегодня в 11, представляете, в 11, я планировала встать в 7, у меня куча просто дел, но я просто как истребитель сегодня, настолько быстро все делаю, и настолько у меня хорошо получается. Я в общем пошла и искупалась, это я сделала только сейчас, а до этого я сделала себе ноготочки новые, потому что два ногтя у меня вчера сломалось, и в таком состоянии выйти из дома, еще мне плюс снимать видео, снимать влог, а хочешь не хочешь, аудитория это есть люди, которые тебя очень любят и принимают такой, какая ты есть, а есть люди, которые ищут какую-то причину, чтобы тебя раскритиковать. Поэтому нельзя давать такой повод, и надо выглядеть нормально. Я немножко, кстати, вам поснимала в процессе того, как я делала ногти. Девчонки, я сняла старое покрытие, правда здесь немножко осталось зелень, но это просто я отрежу. Я уберу длину, сделаю себе короткие ноготочки, и еще у меня есть вот такая вот коробка из-под обуви, и здесь да-да-да-да, мое богатство. В общем, этой штукой я буду наращивать ногти, которые у меня сломались, они слишком короткие, я такие не хочу, поэтому буду придавать форму. А еще у меня здесь всякие наклеечки, всякие стразы, все мое богатство, которое мне необходимо для ногтей. Я все это заказывала с Алиэкспресс, но не прям все, но многое заказывала с Алиэкспресс, уже кое-что у меня позаканчивалось. Вот такие у меня классные щипчики есть. В общем, как-то так, приступим к маникюру, и все подряд я снимать не буду, потому что это просто влог, а не обучающее видео, как сделать самой себе ногти. Я бы могла бы снять такое видео, но оно у меня просто уже есть на канале, так что обязательно смотрите. Я уже нарастила. Я уже нарастила средний палец, и как видите, получилось все отлично, но по крайней мере мне нравится, я не профессионал. В принципе, ходить можно, теперь осталось определиться с цветом моих ноготочков. Хочу красный, но пока не знаю, какой именно оттенок красного, пойду смотреть, какие гель-лаки у меня есть. Нанесла всего один слой, буду наносить еще один, выбрала такой вот красный оттенок. Мне кажется, к Новому году будет самое то, это Каня с Алиэкспресс. Он стоит вообще копейки, если хотите, я вам оставлю ссылку в инфобоксе, но мне очень нравятся вот эти гель-краски. И вот такие вот ноготочечки у меня получились. Честно, мне очень-очень понравилось. Быть может, они не идеальны, но я не профессионал. Я сделала их буквально за 40 минут. Пока загружалось видео, я встала, смонтировала видео, а потом, когда видео загружалось, я уже сделала себе ноготочки. Я планировала какой-то, знаете, зимний такой дизайн, такой новогодний, но потом решила оставить так. Я даже купила специальные наклеечки новогодние, чтобы сделать новогодний маникюр на какую-то, знаете, атмосферу и так далее. Но просто вот этот вот однотонный красный маникюр с короткими ногтями настолько по душе. Я не хотела ничего портить, не хотела ничего исправлять и решила оставить так. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас ждем роллы, которые я заказала. Я знаю, вчера уже были роллы, сегодня опять роллы, это как-то слишком, я это все понимаю. Но в прошлый раз, когда вчера я заказывала роллы, я уже сделала заказ и решила дальше в Инстаграме искать классные страницы с роллами. И наткнулась вот как раз-таки на вот эту доставку. Но, к сожалению, было уже поздно, я уже сделала свой заказ, поэтому решила сегодня вот эти интересные роллы заказать и съесть. С минуты на минуту должен приехать курьер. Наконец-то мне привезли роллы, посмотрите, какие они интересные, красивые. А вот эти вот просто обалденные. Это с крабом. В общем, сейчас буду для вас снимать видео. Здесь соевый соус, фасаби и имбирь. Бегу быстренько снимать для вас новое видео. И уже просто со скоростью света выхожу из дома и бегу навстречу к подруге. Я ей сказала, что давай встретимся на час позже. Она сказала, что у нее не получается. Мы договаривались на пять. В общем, нужно работать очень оперативно. Мы, значит, уже в центре города. Вот здесь вот я училась в университете. Можно сказать, в двух шагах от метро. То есть очень близко. Вот в этом здании был мой университет. Скучаю немножко, но хорошо, что эти времена закончились. И теперь я свободна. 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 Все, мы уже здесь гуляем. Я не могу с вытянутой рукой ходить, потому что у меня в руках Canon 700D. Это, если честно, не очень удобно. Я ее очень боюсь хранить. Но здесь очень много интересного. Хожу здесь, снимаю для вас. Но не знаю, выложу все или нет. Мы с подругой уже увидели. Сейчас хотим найти какое-то место, где можно посидеть, выпить кофе. И дальше уже двигаться. Что именно в городе вам показывать, я даже не знаю. Когда я снимаю, как-то все вокруг странно на меня смотрят. Наверное, потому что все снимают на телефоне, а я с огромной камерой. Как будто снимаю на какого-то канала. Мы наконец-то уселись. Мы в Пауну. Или как правильно, Майлайс? В Пауну. Да. Здесь была очень новогодняя такая атмосфера. Сейчас как-то градируемся. Я даже уронила свою шапку на пол и даже не заметила. Дальше снимаю. В общем, такая вот здесь атмосфера. Очень интересные такие кресла. Сидим и будем сплетничать. Пока что отключаюсь на время. Потом продолжу снимать. Походим по магазинам. Покатаемся на курселях и так далее. Нам принесли наш заказ. У меня кофе-латте. У подруги капучина. Как же это интересно, правда? Смотрите, какой милый подарочек мне сделала моя подруга на день рождения. Это серебряная цепочка, которая вот так вот провздевается. Я вам дома подробно покажу. Здесь просто мы сидим, болтаем, но хотела с вами поделиться радостью. Очень-очень мне понравилось. Супер просто смотрите. Подробно дома вам покажу обязательно. Ну что, мои хорошие, я уже дома, время 10. Я заранее извиняюсь за качество видеосъемки, потому что фотоаппарат никак не хотел фокусироваться. Вообще очень сложно зеркалкой снимать что-то вот в движении. Это нужно покупать новую камеру. Опять же, я убедилась в этом. Просто часто в комментариях я вижу, что ты только снимаешь дома. Вот я попыталась снять где-то. Как вы видите, получается очень плохо. Я заранее просто извиняюсь перед вами за все это. Я надеюсь, что вы меня поймете, и я постараюсь исправиться. В общем, сейчас вообще не об этом. Как только я зашла домой, первое, что я сделала, я взяла и все фотографии кинула своей подруге. Я очень-очень не люблю, когда мы фотографируемся, например, на чей-то телефон, и человек идет домой, и потом часами тебе не отправляет фотографии. Говорит, что это сделает завтра, сейчас ему неохота. В общем, я это очень не люблю, и поэтому не практикую. Как только я зашла домой, я сняла куртку. Первое, что я сделала, я скинула все фотографии своей подруги. Она даже не дошла до дома, а уже фотографии у нее готовы. Если вы тоже так делаете, то ставьте лайк. Я просто ненавижу целый час ждать свои фотографии. Ну, в общем, как-то так. А сейчас я хочу вам показать подарочек, который мне подарила подруга. Я совсем забыла показать подарок, который я дарю подруге. Потому что она тоже стрелец, родилась в декабре. И можно сказать, что у нас между днями рождения дней, наверное, 5-6. И вот этот период мы с ней не виделись. Я подготовила для нее подарок, она подготовила для меня. Так вот, вот мой подарочек. Посмотрите, какая интересная цепочка. Ну, прям мне вот очень нравится. Я не знаю, как вот на ваш вкус. Ее можно прокрутить два раза, и она получится покороче. Но мне кажется, вот так вот самое топ. Посмотрите, как красиво. Это серебряная цепочка, очень-очень нежная. Я вот специально два раза прокрутила здесь, чтобы она как бы не открылась, и я ее не потеряла. Не знаю, на мой взгляд, просто обалденный подарок. Я настолько подарку не была не рада никогда просто. Еще мы походили по магазинам, поснимала там в городе, гуляли. Она купила, кстати, бижутерию для своей мамы, и я тоже кое-что прикупила для мамочки. Купила вот такой вот крем от Everline для возрастной кожи 50+. Это Day Cremes SPF 8. Вроде небольшой такой презент. Это не на Новый год, не на какой-нибудь праздник. Просто у мамы закончился крем, я решила ей прикупить. Вообще у меня у мамы такой характер. Она сама себе никогда ничего не покупает. Ей всегда жалко. Она все время думает обо мне, об моем брате. Поэтому я решила вот такой вот небольшой презент ей преподнести. И еще, кстати, сейчас, наверное, вообще не в тему. Я заметила, что вот косметика Everline у нас стоит... Или Everline. Каждый называет, как хочет. Мне удобнее как-то Everline. Не знаю, почему. Зарубежные блогеры говорят так, поэтому я тоже говорю. Еще одно слово. Direct и Direct. Все меня поправляют, говорят, айка, не Direct, а Direct. Нет, ребята, Direct правильно. Мои все англоязычные друзья говорят Direct и говорят, что это английское слово. И в Европе говорят Direct. Поэтому я тоже говорю так. Но опять же, я думаю, к таким вещам не стоит придираться. Каждый говорит так, как он хочет. И на этом зацикливаться не стоит. Что я хотела сказать. Косметика Everline у нас стоит настолько дорого. Одна палетка, элементарно я видела эту же палетку. Люди покупали в Magnet Cosmetics блогеры и говорили, что она стоит 500 рублей. А у нас, ребята, она стоит 1000 рублей. Она стоит 25 монат. Я просто удивляюсь такой разницей в ценах. И поэтому предпочитаю заказывать с официальных каких-то сайтов, нежели прям идти в магазин и что-то покупать. Опять же, выбор ваш. Мое дело просто уведомить вас о том, что у нас намного дороже. Я не знаю почему. Вроде налогов у нас меньше, чем в других странах. Почему так дорого? Непонятно. В общем, как-то так. Я думаю, пора уже закругляться. Не знаю, насколько длинным получился влог. В процессе монтажа может быть много чего я вырежу, потому что там фокус не очень был. Пишите свое мнение по поводу подарочка. Я безумно просто рада. Мне на самом деле очень нравится. Сейчас буду обрабатывать фотографии и кидать свой инстаграм. Надеюсь, что вам понравится. На этом все. Желаю вам удачного дня. Всех вас целую. Люблю. С вами была Эйка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok